В 20-й гимназии провели очередную встречу с жителями. Люберчане задавали вопросы заместителям главы округа, руководителям профильных подразделений администрации, представителям управляющих компаний и депутатам. Какие проблемы волнуют жителей, расскажет Богдан Колесников. Сейчас только аварийный дом исключается с капитального ремонта. Официально законодательство. Официально нет. Жители 6-го корпуса дома 375 по Октябрьскому проспекту больше 10 лет просят признать его аварийным. Дом построен в 1949 году. Инженерные коммуникации и деревянные перекрытия износились. Дому 75 лет делают капремонт. Решили забрать подписи жильцов и попробуют сделать независимую экспертизу. И тогда признают аварийным, и, может быть, там что-то получится. Помощь семье мобилизованного, благоустройство дворов, восстановление декоративного ограждения у дома номер 18 по Южной улице, обустройство контейнерной площадки на улице электрификации. Вопросы у всех разные. Я пришла по социальному, как о ветеранах труда. Есть какая-то доплата, нет. Но мне все объяснили. Она позвонила начальнику туда, он ей говорил, она мне все объяснила. Но, в принципе, я поняла. Быстро, с улыбкой на лице друг к другу. Обсудили на встрече благоустройство общественного пространства в поселке Жилино-1, опиловку аварийных деревьев, нанесение дорожной разметки, покраску бордюров и проведение 20 апреля общегородского субботника. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Богдан Колесников, Петр Пономаренко.